Добрый день! Во-первых, спасибо за приглашение. Всегда рад встрече с вами и всегда готов поделиться новостями, особенно если это интересные новости. Раскопки проводились, как и три года тому назад. Это наш четвертый полевой сезон. Недалеко от деревни Егейгиз, в Марсе Вайодзор. И раскопки ведутся на стоянке, которая относится к медному веку, к алколитику и неолиту. Слои, которые мы копаем, имеют возраст примерно 6-6,5 тысяч лет. Это очень интересное время, очень интересная эпоха, поскольку эпоха доместикации большого количества животных. Это эпоха, когда появились первые технологии, были заложены первые технологии получения меди, бронзы. То, что мы воочию сами это видим, сами удостоверились в этом. Ну и, конечно, нас еще интересует, какова была жизнь, каково было поведение человека наших, в общем-то, прямых предков, как мы это уже доказывали в наших ранних работах, 6,5 тысяч лет тому назад. То есть, я думаю, что, уверен, вернее, что данные, которые мы получаем, или результаты, которые мы получаем в результате данных раскопок, они интересны не только специалистам, но и широкому кругу читателей, слушателей. Работа такого плана, она требует такого многопрофильного подхода. То есть, в нашей группе не должны быть только археологи или только палеонтологи. Группа обязательно должна включать в себя палеозоологов, палеоботаников, археологов. Она должна в себя включать генетиков, антропологов. В нашей группе есть специалисты по геологии, которые обеспечивают нас необходимым материалом по тому, как возникла данная пещера. Добавлю, что мы работаем на территории полуразрушенной или почти разрушенной пещеры. И геологи говорят нам, они получают убедительное свидетельство того, что эта пещера была достаточно крупной пещерой с хорошим сводом, с хорошей крышей. Но где-то около 4-5 тысяч лет тому назад, по-видимому, в результате землетрясения, это придется еще точно выяснить, произошел обвал свода пещеры. Но, тем не менее, мы имеем дело с теми слоями, в которых человек жил, в которых оставил большое количество следов. И эти следы мы используем для того, чтобы восстановить тот образ жизни, который был характерен людям, нашим прямым предкам, где-то 6-6,5 тысяч лет тому назад. Были ли в составе экспедиции зарублежные коллеги? И почему так важно это сотрудничество для вас? Я уже сказал, что работа должна быть многопрофильной. То есть наш коллектив, наша группа, наша экспедиция должна иметь в своем составе представителей различных наук. Почему это важно? Потому что сегодня восстанавливать только, скажем, какую-то только хозяйственную деятельность, восстанавливать только животный мир или растительный мир, это какие-то парциальные данные, которые вместе должны быть сведены воедино, чтобы получить такую уже более-менее объективную и общую картину того, что имело место на 6,5 тысяч лет тому назад. Не важно, это энеолит, не важно, это неолит, не важно, это каменный век. То есть мы должны иметь возможность восстановить в полном объеме все то, что происходит. Поэтому мы для того, чтобы получить максимальный объем информации, мы привлекаем, приглашаем с удовольствием и откликаются на нашу просьбу наши зарубежные коллеги. Ну, с чем это связано? Ну, во-первых, понятно, что Армения не в состоянии обладать всем тем набором современных подходов или, скажем, устройств, которые помогают, и в результате использования которых мы можем получить все необходимые данные, результаты исследования материалов, которые мы получаем при раскопках. Это раз. Во-вторых, не все специалисты существуют в Армении. Мы, правда, в последние годы мы все больше и больше готовим молодых специалистов за рубежом, но, тем не менее, и даже если специалисты существуют, дорогостоящие оборудования пока не под силу нам, нашему государству, чтобы мы все это имели. Поэтому мы с удовольствием приглашаем самых-самых-самых представителей самых передовых научных центров университетов для того, чтобы и результаты нашей работы были, так сказать, вровень с результатами научных коллективов зарубежных. Не может быть армянской наукой, не может быть никакого оправдания тому, что мы не обладаем там какими-то там ресурсами, какими-то там реактивами или еще там оборудованием и говорить о том, что только в рамках наших возможностей мы способны делать науку, то есть проводить научные исследования. Нет, нет и нет, научные исследования должны проводиться на только одном международном, на мировом уровне. Поэтому приглашение научных сотрудников, коллег из зарубежных университетов, в первую очередь, наверняка, ну, наверное, все-таки я убежден, связано именно с тем, что мы подтягиваем свой уровень к уровню международному, мировому. Ну, сразу же добавлю, что у нас были специалисты из Соединенных Штатов Америки, из Ельского университета, очень высокий уровень. Мы уже имели возможность в этом году опубликовать очень хорошую статью в очень хорошем журнале. У нас специалисты из Института Макса Бланка, это, в общем, тоже что-то вроде академического сообщества в Германии. У нас специалисты из Бразилии, у нас специалисты в прошлом году были из, значит, Словакии, из Соединенного Королевства. И до этого у нас были специалисты из Польши. Ну, во всяком случае, мы такой подход, такое отношение к раскопкам, такое отношение к формированию нашего коллектива будем сохранять и впредь, для того, чтобы, ну, обеспечить максимум, так сказать, максимально высокий уровень наших исследований. Ясно. А какой вклад вносят результаты ваших полевых исследований в армянное введение? Ну, мне нравится данный вопрос. Почему? Потому что, ну, все, что мы делаем, конечно, должно все-таки обогащать не только армянскую науку, но и должно обогащать все-таки ту область, которую мы называем арминоведением. Правда, арминоведение, классическое арминоведение, это археология, классическое арминоведение, это история, это язык, этнография. Но в последние годы в классическое арминоведение все-таки стали уже, так сказать, внедряться и такие, значит, науки, как антропология, молекулярная антропология имею в виду, генетика. Ну, и понятно, что при использовании современных методов, которые позволяют восстанавливать не только животный мир, не только, значит, не только растительный мир, но и позволяют восстановить также и образ жизни. Я думаю, что то, что касается образа жизни наших, значит, предков, особенно до того, как появились эти самые письменности, то есть доисторически, преистория, так сказать, армянства, она все-таки не может быть написана ни филологами, лингвистами, ни историками, археологами отчасти, но она может быть все-таки написана, восстановлена генетиками, молекулярными антропологами, ну и, конечно, людьми, которые занимаются восстановлением, ну, скажем так, палеоэкологии в широком смысле. И в этой палеоэкологии, значит, центральное место занимает человек, который, значит, является и носителем, и создателем вот этой той самой экологии, которая, значит, была на протяжении очень-очень долгих лет, когда человек появился на Земле. Нас интересует именно, если мы говорим об армяноведении, то в первую очередь интересует тот промежуток, именно тот отрезок, исторический или двоисторический, преистории, который связан с пребыванием на данной территории или на определенной территории наших биологических предков. С этой стороны, вот, именно с этой точки зрения, я считаю, что тот отрезок преистории, который недоступен историкам и, значит, лингвистам, в этом смысле мы имеем достаточно, ну, весомый вклад в армяноведение. И какие новые проекты в области армяноведения необходимо срочно реализовать, учитывая недавние драматические события в нашей истории? Знаете, это и хороший, и болезненный вопрос. Это болезненный вопрос, потому что, ну, начнем с того, что мы сегодня находимся, имеем возможность, вернее, проводить такого рода исследования всего лишь на десятой части вот той территории, на которой происходила этногенеза армян. И эта территория сегодня, к сожалению, к очень большому сожалению, она, даже на памяти моего поколения, на памяти молодого поколения, она становится все меньше и меньше. Если, скажем, несколько лет тому назад, начиная с 2000 года, мы проводили широкомасштабные раскопки на территории Арцаха, и это территория, на которой жили наши предки, территория, на которой создавалась наша культура, сегодня мы ограничиваемся территорией в эти 39 тысяч квадратных километров, которые, в общем-то... 29 тысяч... 29 тысяч... 29 тысяч квадратных километров, и вот эти квадратные километры, они являются всего лишь мизером по отношению, в сравнении с тем, что могло бы быть, я имею в виду, даже не исторически, даже не политически, а чтобы у нас была возможность собирать материал. Но сегодня мы не в состоянии, мы не имеем такой реальной возможности, вообще никакой возможности абсолютно, собирать материал археологически, антропологически, генетически, за пределами территории Армении. Единственное, это образцы ДНК, которые мы можем собирать, скажем, за рубежом, но такого рода материал, как, скажем, археологический, палеонтологический, мы, конечно, и... Ну, еще добавлю, еще и архивный материал, который до сих пор и все еще закрыт, большая часть его закрыта для армянских исследователей во многих архивах мира. Ну, это оставим в стороне, а то, что касается прямого ответа, непосредственного ответа на ваш вопрос, я думаю, что мы сегодня должны хотя бы закрепить то, что мы имели. Что я имею в виду? Смотрите, приведу пример для того, чтобы это было понятно, ну, с точки зрения аналогии, приведения аналогии. В 15-м году и до этого армяне стали покидать большие-большие просторы западной Армении. Особенно после 15-го года, после геноцида. И долгие годы считалось, что мы потеряли огромное количество информации, которая, в общем-то, была или оставлена там, или эта информация была сожжена, она была уничтожена, или она, ну, хранится в архивах, которые нам недоступны. Но в 30-е годы уже стало становиться ясным, стало ясно, что, в Америке особенно, там, где была очень хорошая, большая, сильная диаспора, стало ясно, что все-таки какие-то материалы остались. И вот на основе этих материалов стали появляться какие-то книги, мемуары, какие-то, значит, альбомы. Ну, начиная с 2006, с 17-го или 17-го года, нет, 17-го, седьмого года, вернее, 2007-го года был, значит, проект, который назывался «Гушамадьян» «Книга памяти». И «Книга памяти» — это тот проект, который имеет цель восстановить семейную жизнь армян Османской империи, то есть Западной Армении. я предлагаю слушателям войти в этот сайт и посмотреть, какое огромное богатство собрано на этом сайте. этот сайт, значит, собрал данные по нескольким тысячам деревень в Западной Армении. Там и семейные фотографии, семейные предания, там и книги, там и музыка, там и песни, там сказки, там и видеоматериал. Это то, что сегодня позволяет нам виртуально восстановить, что происходило на данной территории 100-150-200 лет тому назад. Почему я привожу вот этот пример в качестве такого образца для следования? Почему? Мы 30 лет тому назад, ну не 30, сколько, да, в 2089-1990 году, это уже сколько? 34 года, 35 лет. Я беру на примере своей семьи, моя семья, я имею ввиду семью брата, родителей, они оставили, значит, наши родные места, нашу малую родину, Ганзак, значит, Гардман, ваши, наших многих родных, близких, друзей. 35 лет тому назад все это было оставлено, и сегодня мы не имеем возможности не только поехать туда, но и туда же, ну тем более проводить какие-то там исследования. учитывая отношения наших соседей ко всему этому. я думаю, что минимальное то, что мы можем сделать сегодня, и это восстановить то, что у нас сохранилось после того, как мы оставили нашу малую родину. Нам нужно следовать уже протаренным путем, то, что сделано в Гушаматьян, нам нужно просто повторить, может быть, несколько иначе, но повторить примерно тем же подходом, я имею в виду, собрать весь этот материал, составить виртуальную такую вот память, вот эту виртуальную память, но на основе наших фотографий, на основе мемуаров, на основе видеоматериалов, которые были уже к этому времени, на основе песен, на основе танцев, всего-всего-всего, и создать вот этот материал, который должен быть передан нашим внукам, детям, те, которые там не родились, они должны знать, где родились их родители, где родились их бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, вот потому что без знания основ мы будем ущербными, мы будем, ну, человек, не знающий родства, не знающий своих корней, он, в общем-то, русские говорят, Иван без родства, нам не хочется быть все-таки безродными, нам хочется все-таки эту память иметь в фактах, фактологически, чтобы она была, так сказать, у нас в руках, и чтобы мы могли ее использовать не только, так сказать, для чисто, ну, так сказать, в плане психологическом, для того, чтобы, ну, получить какое-то моральное удовлетворение от того, что мы помним, мы можем восстановить все это, но нам это нужно и для того, чтобы, ну, в конце концов, история, она не стоит на месте, она все время, так сказать, по синусуиде движется, Мало ли, может, завтра возникнет возможность нам посетить эти места, как сегодня многие мои наши соотечественники посещают в Западной Армении деревни, города, села, там, где жили их предки, бабушки, дедушки или еще кто-то. Может быть, произойдет еще что-то более приятное для нас, я этого не знаю, но для того, чтобы мы могли распорядиться должным образом с той памятью, которая, в общем-то, на самом деле должна существовать, мы обязаны все-таки это создать, это сохранить и поделиться со всеми. Могу сказать следующее, что, конечно, такого рода проекты, такого рода программы, они вряд ли финансируются только со стороны государства. То, что относится к Гушаматьян, к этой книге памяти, там нет никаких государственных этих самых вливаний финансовых. Они существуют только на средства спонсоров. Я думаю, что могу обратиться к людям, которые любили свою родину, любят до сих пор свою родину. Я думаю, что они обязаны помочь запуску такого рода проектов. И этот проект, он может быть назван, опять же, Гушаматьян в Восточной Армении, как угодно. Это можно договориться, но для начала нужно, чтобы собрались специалисты, создали инициативную группу, и потом эта инициативная группа уже, потом она сама будет в состоянии дать знать, что нужно для реализации данного проекта. А то, что данный проект должен быть реализован, я убежден в этом. Если проект по Западной Армении показал, что он очень действенный, он очень успешный, и с каждым разом, если вы будете смотреть буквально, ну я, так сказать, периодически посещаю данный сайт, я вижу, как он обогащается с каждым днем. А это означает, что наша, так сказать, история, учитывая, что сегодня очень большая часть информации, она не только в книгах, сколько она, так сказать, в цифровом виде. Нам нужно воспользоваться этим, и с учетом того, что большая часть армян, Гардемана, Утика, Арцаха, все-таки уже даже за пределами Армении, но учитывая сегодняшние средства коммуникации, мы способны, мы можем собрать эту информацию, информацию именно в том виде, о котором я сказал. Я думаю, что и Нойан Табан тоже должен, так сказать, этому способствовать, ну и все остальные, и все остальные. Есть очень хороший проект по восстановлению, вернее не восстановлению, но по инвентаризации, что ли, памятников, археологических памятников, исторических памятников на территории Арцаха. Этим занимается очень высокопрофессиональная группа под руководством профессора Амлета Петросяна. Я очень рад, и, так сказать, в силу того, что я тоже там работал, я тоже представляю какие-то там материалы этой группе. Всегда рад, так сказать, обогатить информацию. И я думаю, что мы должны просто расширить вот круг наших вот этих интересов, обязанностей, не интересов, для того, чтобы собрать вот эту информацию. Сегодня есть люди, которые там жили. Пока есть. Я там жил, вы там жили. И есть люди, которые прекрасно помнят каждый камень, каждый дом. Мы должны восстановить виртуально каждую деревню, особенно то, что относится сегодня к Арцаху. Вот это арминоведение. Это арминоведение, действенное арминоведение. Это арминоведение, которое является актуальным. И это не арминоведение, это не чистая наука, это не наука, которая, так сказать, какая-то фундаментальная. Это наука, которая работает на будущее. Я думаю, что мы в этом плане должны собрать заинтересованных лиц, но не только заинтересованные лиц, которые обязаны, специалистов, которые обязаны реализовать такого рода проекты для того, чтобы мы имели фактологический материал, фактологический материал, который может быть использован, почему бы и нет, и в каких-то там политических целях. Хотя я не очень, так сказать, на это надеюсь. Политики далеки от таких фактологических вещей. Наши политики. Если наши, так сказать, соседи используют высосанные из пальца или там фейковые данные для того, чтобы, так сказать, построить свою историю, мы почему-то не используем, так сказать, объективную, так сказать, нашу историю для наших каких-то вот исторических, политических каких-то действий. Этого у нас нет, к сожалению. Я, так сказать, еще немногих лет сталкивался с этим. Но давайте не надеяться на политиков. Политики всегда были, так сказать, ненадежным этим самым партнером для науки в частности. Поэтому я призываю своих коллег, историков, этнографов, языковедов, археологов, мифологов, социологов ну, собраться и я думаю, что вы не будете против, если мы сможем, так сказать, провести дискуссию на эту тему. Конечно. То есть мы должны все-таки начать с формирования инициативной группы? Конечно, я думаю, что да. А потом уже выяснить, что нам нужно. Там нужны специалисты по информационным технологиям. Там нужны специалисты по дизайну и так далее. То есть это все уже сделано. Нам нужно только, так сказать, продублировать данный опыт, продублировать данный проект уже на нашем материале. На материале Арцаха, Утика, Гартмана. На Хачевана? На Хачевана, конечно. На Хачевана, конечно. На Хачеван, наверное. Да, потому что на Хачеван отсутствует. Значит, на Хачеван был, ну, в общем-то, армяне, исход армян там начался сразу где-то там в 20-м году. Сразу после Большевистской революции. И потом осталось там 2-3-4 села остались. Сегодня я контактирую с этими людьми, которые жили в Нахачеванской области. Я у них собирал материал, ДНК. Это люди, которые прекрасно все помнят. То есть они, это люди, ну, моего возраста. Это люди, которые провели там, в общем-то, и зрелые годы, и молодые годы. Они прекрасно все помнят. И я думаю, что сегодня нам надо виртуально восстановить даже облик наших сел, наших городов, наших улиц. Все это можно сделать. Да, это решаемые вопросы. Конечно, решаемые. Нужна воля, нужно желание. Деньги найдутся. Найдутся. Но воля и желание в первую очередь. Все, что можно купить за деньги, не так уж дорого. Или, как говорят, дешево. Я надеюсь, что эта наша передача будет способствовать тому, что... Дай Бог, дай Бог. Я тоже надеюсь. Я думаю, что когда у вас будет встреча с историками, с археологами, с людьми, которые занимаются разными направлениями арминоведения, у них тоже, так сказать, с ними тоже проводить какую-то вот такую вот беседу или, так сказать, выслушать их мнение относительно данного проекта, будущего проекта. Я думаю, это важно. Это не важно. Это нужно. Это необходимо. Это жизненно важно. Для того, чтобы мы, как нация, себя чувствовали не только вот на этой территории 29, а на территории гораздо большей. Наш дух, дух наших предков, кости наших предков покоятся за пределами Армении, государства Армении. И нам нужно иметь возможность держать вот этот дух наших предков, ну, не то чтобы живым, но напоминающим нас о том, что мы родом все-таки из тех земель, которые тоже были родиной Армян. Я думаю, это очень важно. Это очень важно. И замыкаться только на территории вот этих 29-30 тысяч, я имею в виду, ментально, исторически, научно, это будет, в общем-то, гибельно для нации. Я сторонник того, чтобы мы мыслили категориями исторической Армении в науке. Я не говорю ввязываться в бой там и так далее. Нет. Нам надо, так сказать, усиливать свою страну, нам надо поднимать науку в своей стране, но нам надо восстанавливать наше прошлое. Наше прошлое там, где я родился, там, где вы родились, там, где родились остальные. Их предки, я имею в виду, откуда пошел род армян. А это не только республика Армения. Этим завершим нашу беседу? Давайте завершим. Я думаю, что будет еще случай, когда мы будем обсуждать уже последующие шаги данного проекта. Я думаю, что надо держать под контролем данную вещь, руку на пульсе, как говорят. Я бы очень хотел, чтобы откликнулись люди, чем они могут помочь. Их помощь не финансовую, спасибо Боже, не надо о финансовой говорить. Я имею в виду, могут ли они присылать. Мы можем договориться о том, кто будет получать данную информацию в начале, с самого начала. Чтобы такого рода информация поступала на какой-нибудь сайт, на какой-то определенный сайт. Или по какому-то адресу. Ну, это мы договоримся. Но главное, чтобы был отклик со стороны людей. Чтобы они были заинтересованы увековечить историю своей семьи. Увековечить историю своего рода. Почему бы и нет? Я думаю, что нормальный человек должен к этому стремиться. И хотелось бы все-таки получить отклик наших слушателей, наших зрителей на данное предложение. Хорошо. Спасибо вам за беседу. Вам спасибо. Вы поставили вопрос достаточно важный. Мы об этом и говорили и раньше. Но сдвинуть с места эту задачу надо обязательно. Я думаю, отклик будет. Надеюсь. Еще это зависит от нашей активности тоже вне Нуэнтопана. Мы тоже должны об этом говорить, общаться, поделиться и попробовать быстрее это организовать и пойти вперед. Спасибо большое. Вам спасибо. А я напомню, что в госпрограмме был доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией эволюционной геномики Института молекулярной биологии, Академии наук Республики Армения, Левоний Пископасян. Спасибо. До свидания.